Не знаю, как будем мыть. Позже, наверное, будем греть. Новость об отключении горячей воды застала пенсионерку врасплох. Платит исправно. Около двух тысяч рублей за отопление горячую воду. С установкой теплового пункта, считает она, счета только увеличится. Нас все устраивает. Вода устраивает. Вода идет очень хорошая, без задержки. Напор хороший. Не согласна с установкой индивидуального нагревателя. Все ТСЖ. Это 60 квартир, порядка 200 человек. Я не готов к этому раз, во-первых. Во-вторых, где здесь плюсы, где здесь минусы. На днях они получили письмо от казанских тепловых сетей. С 10 февраля котельную выводят из эксплуатации. Центральное горячее водоснабжение прекратится. Я считаю, что это неправомерно, просто законно, просто призов. Так как 1 метр должна была хотя бы уедомить меня, хотя бы за полгода. Без горячей воды жильцов не оставят, прокомментировали нам в казанских тепловых сетях. Переписка с жильцами лишь предупреждение. Письма эти не носят какого-либо ультимативного характера. Эти письма всего лишь предупреждают о том, что с 10 февраля мы можем прекратить централизованное горячее водоснабжение. Но предлагаем альтернативу. Здесь установили индивидуальный тепловой пункт. Вот она, та самая альтернатива. Все дома, которые обслуживают КТС, с прошлого года начали переводить на индивидуальные пункты. Те, кто согласился, экономят на 20-30%. Отопление сейчас одинаковое, что на 15-м этаже, что на первом. А до этого первые этажи мерзли. В доме также установлен датчик погодного регулирования. Вся информация поступает вот на этот пульт управления. Сейчас за окном минус 3 градуса, значит температура в квартирах должна быть плюс 23. Но ТСЖ Гаврилова 38 с такой арифметикой не согласны, ведь ИТП нужно обслуживать. Это не совсем рентабельно и не совсем экономически выгодно, то есть бьет по карману наших жильцов. 2000 в месяц платят за обслуживание жители дома на Гаврилово 20-Б по 33 рубля с каждой квартиры. Если их соседи из 48-го дома на установку ИТП не согласятся, принуждать их не будут и котельную оставят. Но только за счет жильцов. Ведь мы должны понимать, что кто будет эту котельную тогда обслуживать. И тогда эти дома будут нести колоссальные затраты. Если программа целенаправленно была нацелена на замену данной системы, чтобы облегчить жизнь в сортниках. В следующую тарифную кампанию мы будем заявляться с этими затратами. Естественно, все это будет отражено в тарифе для жильцов, которые захотели, чтобы централизованное горячее водоснабжение было сохранено. В Татарстане уже 50 тысяч квартир переведены на ИТП в полном составе. На котлы перешел поселок Урусу. По Казани на ИТП планировали перевезти 1118 домов. Шесть домов не согласились. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ.